Мир вам, братья и сестры. Я рад приветствовать вас на этом месте. Бог нам позволил сегодня быть в собрании еще один раз и, конечно же, рассуждать над Божьим Словом. Тема, которую я хотел бы сегодня поделиться, я хотел бы начать со стиха, который написан в Послании Евреям, 12 главе. Послание Евреям, 12 глава и 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Есть такая в Нагорной проповеди, Иисус сказал такую фразу, помните, «блаженны чисты сердцем, потому что они Бога узрят». Здесь Павел говорит, что нужно стараться, потому что без святости никто не увидит Господа. Я знаю, что сегодня есть много разных учений и объяснений насчет святости. Но кто встретит и кто видит Бога, и кто такой святой, и как быть святым? Есть в 1 послании Петра, 1 глава, тоже 15 стих. Я тоже хочу прочитать это место сразу. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Кто-то знает, где это написано? Ну, я думаю, что это Левит, 11 глава, конец, там написано, да, когда за нечистую пищу. Там есть так написано, что не оскверняйте себя всякими пресмыкающими животными, а будьте святы, потому что я свят. И есть еще в 20 главе книги Левит, по-моему, в 7 стихе тоже там Бог говорит, что освящайтесь и будьте святы. Так вот, когда мы говорим, чтобы быть святым, что мы в это вкладываем? Вы знаете, я заметил, наблюдая за многими людьми через какое-то время, я начал замечать разные вещи, что люди по-разному видят святость. Вы встречали святых людей, иногда это выражается во внешнем виде, в бороде, может быть, какой-то особый статус. Я встретил один раз человека такого седой уже, человек в возрасте седой, очень прилично одетый, такой благоприличный вид. Но там получилась такая ситуация, когда он так матерился, что, наверное, я не знаю, как говорят, как сапожник. И вы знаете, вот это все представление, когда вы уже познакомились с человеком, такое ты уже думаешь, насколько это человек святой. Помните, одна женщина, которая видела, как ходил Илья, да, или Елисей? Да, и она хотела сделать ему место. Она говорит, что вот человек, который мимо проходит, он святой. Откуда она знала, что он святой? И иногда мы хотим быть святыми. Я думаю, что все мы святые. Есть в этом же послании в Рим, 11 главе, по-моему, апостол Павел говорит, что ибо все это были образы для нас. Когда мы говорим образы для нас, на современный язык, это так сказать, это были примеры для нас. Пример — это вот, чтобы вы понимали, когда мы читаем, исследуем Писание, кто-то, все ходили в школу, допустим, на предмет математики, да? И вот когда приходишь на предмет математики, вы не знаете, как решить задачу. И вам показывают примеры. И вот они берут там, х такой плюс у такой, будет такая цифра. И это можно решить вот таким путем. Знаете, вот один пример вам показывают, второй пример, третий пример. И человек смотрит и, ну, как бы наблюдает за этим и делает выводы, как вот эту ситуацию разрешить. Так вот, когда мы читаем многие вещи в Библии, в Писании, в законах, вот эти все истории, Бог показывает, как на это посмотреть можно, как это можно все решить, чтобы видеть, что же такое есть святой человек. Если бы сегодня я спросил вас, вы святые, вот как вы бы для себя как ответили, что я утвердительно, да, святой, или кто-то бы заколебался, но я как бы да, или святой, или еще грешник, или святой грешник, или в каком я статусе, или в каком состоянии я сегодня нахожусь. Есть, в Библии есть такие примеры, которые описаны за жертвенник. Все знают, что был такой медный жертвенник, да, на дворе храма. Храм назывался святилищем. А святое святых – это было особое место, да. Каждая проходила свой порядок освящения. Если мы просто посмотрим на предметы и какой-то вывод с этого сделаем. Так вот, когда Бог повелел Моисею сделать жертвенник, Он его сказал, его нужно сделать вот таким образом, и потом его нужно было освятить. Кто-то помнит, как его освящали? Его нужно было освящать семь дней. Семь дней каждый день на нем нужно было заколать одного быка в жертву за грех. И вот когда семь раз принесли семь жертв за грех, на седьмой день его должны были помазать елеем. И там потом написано, что и жертвенник будет святыня великая. Всякий, кто прикоснется к нему, все, что прикоснется к нему, осветится. Но мы понимаем, что ничто нечистое не могло быть в храме. Туда приходить никто нечисто не мог, потому что... Но люди, которые приходили, или жертвы, которые приносились, они действительно освящались. И вот представьте наше состояние, нашего сердца. Потому что если мы сегодня приносим хвалу уст наших к Богу, из какого жертвенника и какого состояния что-то приносится? Другой пример, который тоже интересно говорит о святости, это было помазание Аарона. И насколько Бог хотел облечь его в благолепие, помните, ему сделали на кедаре, сделали табличку «Святыня Господня». И Бог сказал, что ты никогда не должен ее снимать. И потом там стоит запрет, что даже ты никогда не должен прикасаться к чему-нибудь нечистому, даже к отцу или матери. Если они омрут, он не должен был прикасаться. Он не имел права снимать этот кедар, раздирать свои одежды. То есть есть правила, в которой Бог сказал, что на тебе наречено мое имя, и ты не можешь хоть как-то какой-то тень или намек поставить на мое имя. Так вот, есть один такой закон тоже. Там написано так, что если точь священника согрешит, то написано, нужно было ее, у нас написано на синодальном, сжечь ее, придать огню. Потому что она что сделала? Имя, репутацию священника. Так вот, когда мы начинаем, представьте себе, есть служитель, который стоит перед Богом и несет служение. Его дочь. И, знаете, иногда может так встретить такую ситуацию, как говорят, если это представить сегодня по-нашему современному, дочь или сын какого-то пресвитера сделал грех и сказали, о, так это мы его знаем. И представьте, в законе говорит, что его нужно предоставить, чтобы человек-служитель, который, чтобы его репутация как святого человека отделенного, она не повредилась. В Библии есть одна история. Я знаю, что очень многим нам хочется показать, что святость, она заключается в том, что мы не едим свинину. Это не совсем так. Когда мы оскверняемся, когда мы что-то нечистое человек ест. Но как человек освящается, как человек становится святым и как человек остается. Я больше, чем уверен, что Аарон и Моисей, они были святыми людьми. Помните, когда Корейдафан и Аверон приступили к ним, говорят, хватит, довольна, все общество свято, все святые, что вы самые особенные. Помните, как на это ответил Бог? Бог говорит, Бог показал знамение и наказал. Корейдафана, Аверона и 250 старейщин, которые взяли кадильницы, чтобы предстать перед Господом. То есть, Бог показал свою святость. Но есть один случай, это в конце, уже в конце этого жизненного пути, в книге Второзакония, 31-32 глава, 50-й стих, Бог говорит к Моисею такие слова, что «Ты не войдешь в эту землю, потому что ты согрешил против меня. Вы не явили святости моей». Помните, раз при Меривы, Меры, когда вот это, при водах Меривы, когда вошли в расплю с народом. Так что же такое произошло и почему так строго Бог наказал Моисея? Представьте себе человек, который несет служение. Я не думаю, что Моисей не был святым человеком или что Моисей ел что-либо нечистое или еще как-то там что-то дело такое, что запретил Бог. Но когда Бог наказал, Он наказал за что? За то, что то Моисей устал и начал упрекать детей в том, что сделали их родители. Потому что Бог вначале сказал, когда эти люди, что вот эти все люди, они здесь и умрут в пустыне. Но дети, о которых они сказали, которые умрут здесь, они будут святы, они войдут в эту землю обетованную и все. И Он говорит, вы не поверили Мне. То есть Иарон и Моисей говорят, вы не поверили Мне. Потому что когда Он их упрекнул и ударил в скалу водой, Бог сказал, вы не явили Моей святости. То есть они должны были просто дать воду. Как бы сказать, повелеть этой скале и пошла бы вода. Так вот, смотря на эту ситуацию, с этой стороны, понимая, что ситуация там была ни в одежде, ни в пище, что эта ситуация не была в том, как Он соблюдал субботу или какой-нибудь праздник, что ситуация, она не касалась даже того, как Он делал служение. Понимаете, как бы общее служение, жертвы или еще то, что они делали. Ситуация была, осуждение, которое было в Его сердце и которое Он высказал уже детям, сказал, сколько вам можно роптать и, ну, как сказать, и присоединил как бы все поступки их родителей, детям, родителей которых уже умерли, потому что это было перед самым входом за два года до входа в обитованную землю. Так вот, когда рассуждаю над всем этим, нам хочется понять, кто есть такой святой человек, насколько мы сами в своей жизни святые. Написано, что плод пусть будет ваша святость, а конец жизни вечная. Как принести этот плод, если не понимать, в чем она заключается, эта святость? Одно дело, когда мы видим, что Бог освящал скинию, жертвенник, когда приносились жертвы за грех, совершалось опомазание, елеем, и это уже было как печать освящения, происходило таким образом освящение. Но как человек, допустим, вот мы верующие люди, которые уже покаялись, и которые включили завет с Господом, которые помазаны Духом Святым, и вот на этом этапе, будучи, имея уже, как бы, будучи народом святым, народом Божьим, какая ответственность? Какая ответственность на каждого из нас? И однажды в групп, знаете, на группу чат выставили свидетельство про одного брата, они, ну как, из-за тяжелого положения военного, да, такого, и они стояли в очереди, ну как бы, рано утром надо было встать, чтобы за хлебом, в магазин должны были привезти хлеб, и люди рано, в пять, кто в шесть утра занимали очередь, чтобы встать, чтобы им хватило хлеба, и вот люди стояли в очереди, чтобы получить хлеб, и этот брат, он пришел и стоял в этой очереди за этим хлебом, и в какой-то момент уже, когда должны были, уже привезли где-то там 9 часам, привезли этот хлеб, его должны были уже начать продавать, одна женщина подошла, из очереди вышла, из очереди и начала на него кричать, он говорит, я знаю тебя, что ты туда, влез сюда, я здесь, я стою с раннего утра, зачем ты сюда зашел, и все остальное, и начала его ругать, стыдить при всех. Вот так, открыто при всех. И этот человек, верующий брат, он видит, что такое отношение, и все люди вокруг, все хотят получить этот хлеб. Он вышел из этой очереди, знаете, понурил голову, вышел из этой очереди, встал в самом конце и стоял до конца, и слава Богу, ему хватило хлеб, потому что у него большая семья, он достоял эту очередь, получил свой хлеб, пришел домой, а вечером пришла эта женщина. И он удивился, ну, как пришел человек, стучится в двери, он открывает эти двери, пришла эта женщина. Ну, конечно же, ему не совсем приятно было, не хотелось бы с ней разговаривать. Она говорит, извините, я говорю, извините нас сегодня за то, что произошло утром. Говорит, я не хотела вас обидеть, но я, говорит, просто, говорит, я хотела покаяться. Я хотела, говорит, покаяться, и я искала, спрашивала, кто верующий человек, и мне люди сказали, что вы верующий человек, но я не знала, насколько вы верующий человек, и я решила вас испытать. И я, говорит, поэтому, ну, как бы сказать, начал это все вопрос, как бы сказать, не обижайтесь, пожалуйста, на меня, я хочу с вами поговорить за Бога. Как бы сказать, я не знала, кому можно доверять. Знаете, я так себе, когда прочитал это свидетельство, я так задумался, думаю, что вот если бы меня, вот если бы я попал бы в точно такую же ситуацию, да, когда меня кто-то бы просто, ну, несправедливо бы унижали, обижали, да, или, как бы сказать, в чем-то обвиняли, вот как бы я поступил? Вот написано, да, не воздавайте зло за зло, молитесь за обижающих вас, все классно же, ну, как бы хорошо написано, когда мы говорим об этом, и я представил, вот такая обычная ситуация, когда я тоже хочу получить хлеб, мне тоже нужно, я тоже же могу не получить. Я бы смирился в тот момент, или как бы я поступил, вот в этот момент трудности? И вот этот же момент, который испытывал, мы знаем, что за Моисея, ведь ему же было тяжело. Вот сколько раз на него восставали и обвиняли его люди? Кто-то когда-то считал эти случаи? Потому что Бог говорит на десятый раз, Бог говорит, что эти люди, они уже не войдут в обитованную землю, которые вышли с земли египетской, которые видели чудеса, у которых были откровения, у которых были пророчества, у которых были знамения, у которых стоял огненный и облачный столб, у которых манна падала. И представьте, Бог говорит, что эти люди, они не войдут в обитованную землю. И есть такой момент, когда, помните, Моисей говорит, Господи, я что, родил их? Говорит, что я их должен нести? То есть есть момент, когда, и кажется, ну если бы этого человека поставил на служение Бог, знаете, как иногда рассуждают, если этого человека поставил Бог на служение, как на него вот это восстают, и настолько-то случается, и такие неприятности, и почему так случаются? То же самое можно сказать про апостола Павла. Ну если его Бог послал в это миссионерское путешествие, что он чуть не тонет, что его чуть не съели, что его чуть змея не укусила, что его чуть побили там, или вот это все случилось с ним? Его же Бог послал. Почему вот это все происходит? И вот в момент вот этих всех трудностей, когда что-то случается, знаете, где тяжело, когда момент тяжело, вот в этот момент, мне кажется, вот видно нашу святость. Не тогда, когда мы просто, мы сегодня в субботний день, это хорошо, что мы пришли, вы пришли на собрание. Ее может быть не так заметно, но в момент испытания, в момент трудности, как покажет себя человек? Что он скажет? Как ответит? Разозлится он? Знаете, вот это, мне кажется, то, что очень часто видят наши дети, окружающие люди, братья и сестры. Самое сильное то, что замечают в нас, что вот этот человек, который здесь с нами работает, он святой. И когда мы, конечно же, будьте святы, потому что я свят. Есть одно такое место в книге пророка Иеремии, что я, говорит, вас взял как украшение и приблизил себе, чтобы вы были моею славою, хвалой и украшением. То есть Бог говорит, что он к себе приближает, то есть как пояс, что он приближает их к себе, чтобы они были Божьей славою. То есть Бог не просто хочет сделать хорошо своим детям, но чтобы через ихнюю хорошо прославлялся Бог. Но тогда думаешь, а почему же тогда вот такие все трудности, которые мы читаем, ведь ни у Давида царя, ни у Саула царя, ну или любое, как бы посмотреть, у кого была жизнь такая, гладкая и сладкая. Вот сколько вы таких историй знаете, что жили они долго и счастливо. И все у них было хорошо, потому что они верующие люди. Мы видим, насколько нападки, да, как бы нужно себя сохранить и в момент испытания, в момент трудности явить святость, остаться святым, остаться верным Богу. И когда мы говорим, что Бог говорит, да, у пророка Иеремии, очень много, в книге «Сход» есть очень много мест, когда Бог говорит, «И я покажу святость мою», там, в этом случае, «Я покажу мою святость вас, когда я буду вам благотворить, и вы будете жить на этой земле безопасно». То есть Бог говорит, «Я соберу вас из всех народов и поселю на этой земле, и вы будете жить безопасно, и я покажу мою святость вас». То есть святость, она в чем заключалась? Как мы можем ее увидеть, как мы можем ее понять или оценить в своей жизни? И, конечно же, в первую очередь я начал наблюдать за собой, потому что мы, вот, допустим, одно общество, одно собрание, одни понимания, общие такие, как бы, да, как бы мы понимаем, что вот так нужно делать, и мы с этим согласны. Но бывают между нами какие-то трудности, бывают какие-то несогласия, бывает, что, ну, не совсем брат поступил по-братски или сестра по-сестерски, бывает такое? Бывает. Ну, братского совета, наверное, не надо было бы, если бы этого не было, да? Но сколько случаев случается, когда приходит трудность и приходят вот эти испытания. И хорошо, когда человек, который действительно, он не просто выбрал этот путь, да, что он действительно понимает, что он особый человек. Вы знаете, когда люди, людей садили в тюрьму, ну, людей садили за разные вещи, однажды мне, ну, брат Николай Яковлев рассказывал одну такую историю, он рассказывал случай, когда одного человека, ну, посадили в тюрьму и дали хороший срок, и хотели, заставляли его подписать одну бумагу, и он не хотел ее подписывать. Он говорит, я верующий, это не буду делать, зачем вы, вы хотите не просто, как бы, что вы хотите мне еще повесить. И его начали бить, ну, и так сильно, говорит, били его. Сильно били, знаете, там побьют, там двое побьют, устали, его дали, как бы, там пару часов передышки, эти поменялись, а пришли другие и снова начинают эту же песню. И он говорит, он уже вот так через где-то сутки, как бы, постоянных из побоев, вот этих там, знаете, побили какое-то время, дали ему время подумать, опять, опять побои. И он говорит, что там люди, которые находились, этот человек как начал, взмолился в этой тюрьме, там все слышали, говорит там, господи, я же, говорит, за твое имя здесь несу поругание. Ну, почему, как бы, сказать так, ну, как бы, сделай так, чтобы эти люди от меня отстали, ради тебя. И он говорит, что, ну, этот человек, он сам сказал, ему был Божий ответ. Он говорит, ты, не за имя мое, ты, говорит, за свою жестокость, за свои поступки, говорит, попал сюда. Представьте, такое услышать от Бога. То есть, человек, он думал, что он попал сюда в тюрьму, он искренне так верил, что его обвинили, как верующего взяли на собрание, и Бог допустил это. Вот каким-то образом Бог допустил, что этот человек попал. И его несправедливо обвиняли, заставляли подписать бумаги, потому что не было доказательств. И такое услышать, что ты, ты, как ты тут оказался, потому что за свое. я думаю, я думаю, что, когда апостол Павел писал в послании к евреям, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Знаете, нашу святость, ее, может, нельзя так просто показать, мы сразу увидим людей, которые играют, которые хотят что-то нам показать, как бы особый почет, или еще что-то такое, оно сразу заметно. Но когда человек действительно вот такой на деле, что он святой человек, мы это можем заметить, мы это можем увидеть, мы это можем оценить. Иногда это приходит со временем, иногда приходит это с годами. Вот в Библии есть такое одно упоминание о служителях. Вот когда нужно подражать их невере? На что нужно взирать, чтобы подражать их невере? На кончину. А почему не на рукоположение, к примеру, да? Ну, сказали бы, на рукоположение, что человек 10 лет пресвитер, надо все ему подражать. Библия говорит, апостол Павел пишет, да? Нужно смотреть на ихнюю кончину и подражать их невере. Почему кончина нужна? Ну, как бы сказать, почему, когда человек уже умер, как бы сказать, мы можем оценить жизнь этого человека. И сколько раз так бывает, когда мы приходим на какие-то похороны, когда какой-то человек, который много сделал или потрудился, или в церкви был заметным, что-то делал, служил, мы вспоминаем, как этот человек не щадил ни себя, ни свою машину, иногда и все остальное. Как его несправедливо обижали, как он это все нес. Поэтому, когда мы смотрим на Христа, да, на Голговском кресте, когда его в этом, у Понтия Пилата или в Римской притории, что мы видим? Мы видим просто оплеванного человека, униженного, отверженного. Какую бы сторону мы заняли? Потому что люди, которые видели буквальными своими глазами обстоятельства, они, ну, никто не хотел быть со Христом, даже апостолы побоялись, а ушли, взяли паузу. Потому что, ну, совсем как бы визуально это не было какой-то хорошим таким вещем, к чему бы хотелось подражать. Вот насколько мы могли бы пройти вот это и остаться святыми, остаться без зла. Почему я клоню, как бы, к такой святости? Есть там написано в послании к евреям, опять же, в этом же послании к евреям, там написано, таков и должен быть у нас первосвященник. И помните, там перечисляется, святой, непричастный злу. То есть, и там есть определение этого священника, да, он святой, потому что он непричастный злу. Вот иногда есть вещи, которые смешиваются между собой, да, есть написано, кто входит в общение с гордым, тот что. Ну, притчи, да, Соломона, скверница, человек, вот, не входи, как бы сказать, вроде бы просто человек дружи, да, в Библии так написано, ибо боящийся Господа дружбу свою направляет так, что каков друг его, таким становится и он, да, или нет, что каков он, таким становится и друг его. Почему? Потому что для него вот эти ценности библейских истин, они гораздо, это Божья, это святость, он остается твердым, и тогда друг подстраивается под него. Но теперь, если посмотреть на эту ситуацию чуть-чуть шире, в общество, в город, в страну, вот когда мы живем, мы подстраиваемся под какие-то обстоятельства, или мы создаем такие обстоятельства, что они подстраиваются под нас. Именно я имею в виду, что в святости, в отношении справедливости, чистоте. Когда мы читаем за пророков, вот Бог говорит, что вот качество, которое я хотел бы видеть, да, через 14-й Псалон, вот кто взойдет на гору Господню, кто будет обитать в святом жилище мое. Там что перечисляется? Кто никогда не ел папирони, пиццу, или там, кто, ну, вы помните, да, что, то есть какие-то качества не совсем такие, да, как бы, качество безлости. Человек, который не просто, он понимает, что нужно быть добрым человеком, а человек, который должен себя сохранить. И когда мы это понимаем, мы начинаем ценить то положение или то звание, в которое мы призваны, потому что мы призваны быть святыми. И что это значит для нас? Насколько мы можем остаться святыми вот в наших бытовых жизненных обстоятельствах? Как жена может быть оставаться святой независимо от, как сказать, духовности или верности или высоты духовной ее мужа? Или наоборот, может мой муж быть очень духовным братом, как он может оставаться святым, может быть, с такой женой, которая хочет просто чуть-чуть материальных вещей? Как бы сказать, вот как человек может при всем при этом оставаться святым и непорочным, непричастным к злу? Мое рассуждение, я не то, что хочу сказать или в чью-то сторону. Я это больше для себя начал наблюдать, ну как, когда себя проверяешь, в разных ситуациях, в разных ситуациях. Иногда бывают ситуации, которые очень неприятные, ну как бы неприятные, вот действительно вас могут обвинить, на вас могут что-то сказать неприятное, и вам неприятно и обидно. Вот хочется и разобраться, хочется все высказать, хочется иногда этот вопрос как-то решить, по-братски или как там правильно сказать. Ну, решить, да, как бы разрешить, но как тяжело иногда простить и отпустить. Вот не касаться этого, быть непричастным этому, понимаете, быть чистым сердцем. Поэтому, конечно, каждый из нас хочет увидеть Бога в своей жизни. Многие люди, я знаю человека, один он постился 40 дней и 40 ночей, у него мать заболела раком, и этот сын, он, говорит, решил, что я буду поститься за свою мать, чтобы ее Бог исцелил. И 40 дней он постился, ну, он уже где-то после третьей недели настолько был слабый, что он большую часть, ну, оставался в кровати, ну, как бы сказать, походит по чуть-дому и сидел, ну, как сидел или лежал, спал, засыпал, много спал. И уже где-то около 40-го дня он молился, ну, также молился, он просил, Господи Иисус, приди, сли мою мать, сделай вот это чудо в нашей жизни. И к нему действительно пришел Иисус, только он его не увидел. Увидела его жена. То есть вечером она сложилась, говорит, озарилась комната, она поняла, что пришел Господь. А муж, он так спал, он спал, он не проснулся. Но она говорит, в этот момент, когда просто вот это сияние или свет озарило ее комнату, и она поняла, что Господь пришел в ихнюю комнату, она говорит, я упала, лежала, боялась поднять, я просто, говорит, начала осознавать, насколько я ничтожный человек, и вот сколько у меня проблем и грехов, и неразрешенных вопросов, и обид, и вот этих претензий, и на кого я, что я сказала, вот это все она сразу поняла. Все свое духовное состояние. И она говорит, вот так молилась, я говорит, упала, и стыдно было поднять свою голову, что-то спроси, что-то сказать. Знаете, люди рассказывают свидетельства, я там спросил, я сказал, почему не так, ничего не было, говорила, она просто упала, плакала, молилась, говорит, это все ушло, и она говорит, для нее это был шок, потому что она поняла, кто она есть. Это увидела, она увидела свое состояние, свое положение, или, как бы сказать, тот человек, он так ничего и не увидел. Другой человек, тоже служили, он очень много тоже постился, он заболел, и он по три недели постился, и он хотел получить духовное крещение, он хотел, чтобы получил духовное крещение, и Бог его исцелил. И он сказал такую фразу, говорит, я уже, говорит, третью неделю пощусь, Бог обязан меня исцелить. Я понял, что может быть совершенно по-другому, знаете, как жалко ломать или говорить что-то по-другому человеку, когда он так уверен, но с другой стороны думаешь, почему такая самоуверенность, знаете, как будто мы можем Богу заломать руки и заставить его что-то сделать своим поступком. Но Библия говорит, что вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего перед словом моим. Есть люди, которые кажутся нам ничтожные, как бы сказать, этот человек, он просто спокойный, он боится слова сказать, такой бескребетный человек, как бы сказать, на нем пытаются кто-то проехать и еще попросить, чтобы он еще что-то сделал. И этот человек не может отказать, он берет это и делает. Но мы не знаем, почему этот человек так делает. Может, он просто боится Бога. Это не просто какое-то плохое качество у него, а может, человек, он таким образом ищет или служит Богу. И когда нас о чем-то просят, насколько мы рады и с удовольствием готовы послужить, чтобы принести мир или добро. Я сейчас хотел бы попросить на всех склонить свои колени, чтобы мы могли попросить Бога, чтобы нам действительно понять свое состояние. Потому что насколько непричастны мы злу, насколько наша жизнь действительно святая, не так узнать о себе, когда прошли много лет и супруга или супруг или кто-то про кого-то сказал, о, та женщина, она всегда осуждала всех, кто там умер или там умер. Кто-то умер, знаете, бывает. Они говорят, о, как они жили, плохо жили. Такие, такие, та такая. Или о, это он такой был, такой был, знаете, как итог. Итог с конец семейной жизни. Очень жалко, когда кто-то умирает, особенно в раннем возрасте, знаете, раньше времени. Даже в старости это очень жалко. Но приходит момент, когда человек вдруг замечает, что я это делал абсолютно неправильно. Зачем я это говорил? Зачем я осуждал? Потому что вот мы, кажется, ну, почему Бог так поступил с Аароном и с Моисеем? Вы не войдете в эту землю, потому что вы не явили святости моей. Потому что Бог осветил Аарона на служение. Бог за его репутацию, потому что на нем наречено его имя, очень строго всем запретил, чтобы говорить, не злословить, не делать, даже если вот какой-то намек может быть на его репутацию или статус, и Бог за это написал в законе. Но когда он просто, я не знаю, Аарон что-то говорил в тот момент или нет, сколько вам можно еще роптать? Но они были двое, когда Бог им давал эту заповедь, выйти и дать воду. И Бог за это спросил. Казалось бы, Бог же милосердный простит. Можешь попросить у Бога прощения, извиниться, сказать, Господи, извини, ошиблись, в следующий раз исправимся, больше так не будем делать. Я думаю, Моисей умолял Господа. Господь сказал, нет, все, вот это твое, здесь вот гора, вот здесь ты умрешь, ты туда больше не войдешь. Поэтому, когда мы себя проверяем, есть правильно говорят, что не надо говорить лишнего на другие семьи или там на детей, или еще что-то такое, потому что, кто знает, ты можешь сам быть испытан в этом. Но суть даже не в этом. Суть просто в наших качествах, в нашем сердце, насколько мы не поддаемся злу, насколько наша жизнь чистая, наше сердце чистое, что когда мы преклоняем свои колени и поднимаем наши руки, мы действительно поднимаем их без гнева или сомнения, что у нас нет на кого-то обида или злости, или у нас нет какого-то там претензия или сомневания, что мы то делаем или не делаем, ну как бы правильно или неправильно. в чем-то соблюдаем. Когда мы действительно знаем, что Бог так сказал, значит, так нужно сделать. Это Господь повелел, я это буду делать. Поэтому сейчас, преклоняясь своей колени, сами себя испытываем, пусть Бог нам всем покажет. Потому что не то, что проповедь, но очень хорошо, как я уже сказал, вот эти примеры, которые описаны в Библии, когда мы читаем, если мы некоторые примеры эти задачки сложили, вы знаете, мы можем найти свои жизненные трудности, которые неразрешенные вопросы, мы можем найти пример их решения вот в этом слове, вот этой Библии. Может, нам не совсем понравится метод решения той или иной проблемы, но это путь, который учит нас, как удаляться от зла. Потому что слово освящение, это не просто было приношение жертвы за грех, это просто было помазание елеем, это было удаление от зла. Поэтому, когда в послании Ефесянам апостол Павел пишет, что молю, чтобы дух, как он говорит, я совершаю молитву, чтобы они получали освящение, чтобы они прошли этим путем освящение. И здесь вот эта наша ситуация, когда мы проверяем свое сердце, как я избавляюсь от гордости, как я избавляюсь от тщеславия. Вот проверить себя на гордость, на тщеславие, на жадность, на корыстолюбие, на злость. Потому что многие наши намерения, еще немножко задержусь, когда мы говорим о намерениях, есть очень много историй в Библии, которые, намерения, которые решают все. Потому что Бог как судит за поступки? По намерениям о них. То есть с каким намерением делал тот или иной человек дело? Вот если люди увидели, что человек сделал какое-то злое дело, то написано кровь его на них. То есть вина остается на этом человеке. Если его побили камнями, люди, которые совершили это дело, они не несут вины. К примеру, Бог сказал построить шесть городов-убежищ. И когда Он сказал это построить, это было с одной целью, что если человек попал в ситуацию, когда был убит другой человек по нечаянности, и тот человек не имел злости, не имел намерения убить того человека, то что ему написано? Написано, что он не подлежит смерти. Он должен был уйти в город-убежище, и должны быть построены города-убежища, и первые знаки на дорожный, докуда во ближе идти, чтобы этот человек мог убежать и сохранить свою жизнь, уйти от мстителя. Как бы казалось, уйти от правосудия или справедливости какой-то. Но этот человек должен, почему он должен был это сделать? Потому что намерение, с каким намерением он это сделал? Когда мы читаем историю Авраама, вот послание евреям, и Авраам, как бы видя невидимого, был тверд. Вот Авраам стоит в героях веры, что он принес единородного. Вот у меня вопрос, а он заколол Исаака или нет? Ну, как бы да или нет, и как бы да, и нет. Несколько раз в Библии Бог говорит, что он это сделал. Но он же это не сделал. Потому что, когда он простил руку свою и взял нож, ангел ему что сказал? Не поднимай руки на отрока, а вот есть овен, его принеси. Бог принял, Бог видел его намерение. С каким намерением он до вот этого момента дошел? Из-за его намерения Бог его благословил. То есть, он принял вот этот поступок Авраама как жертву, потому что он внутри своей был полон решимости. Когда мы читаем историю с царем Давидом, царь Давид, помните, он думал, размышлял, и думал, я живу в доме кедровом, а ковчег Господа находится в скинии. И он позвал пророка Нафана и говорит, слушай, давай, я, говорит, не дам себе спать, пока не найду место Господу. Он говорит, давай я построю вот такое место и все остальное. То есть, он решил. И пророк ему Нафан говорит, да, конечно, строй, хорошее дело ты задумал. Царь, все в твоих руках, почему бы и нет? Ведь закон же не запрещает. Но когда он вышел от него, помните, что Господь ему сказал, иди вернись, иди вернись и скажи. Он ему сказал, ты не построишь, потому что ты много пролил крови, но сын твой построит. А дальше он ему дает обетование. Но за то, что ты захотел сделать ради имени моего, вот это положил в свое сердце, я, говорит, построю дом тебе, что не прекратится у тебя муж, сидящий на твоем престоле. И я, говорит, дам мир твоему сыну, и он построит. То есть, идет целое обетование. За что? Он же ничего еще не построил и не построит. Бог это знает. Сын его построит. За намерение, в котором он решил сделать только поступок, то есть, он еще только намерение сделал, решил что-то сделать. Если посмотреть на обратную сторону, на отрицательные примеры, вот Иисус говорит на горной проповеди. Ибо всякий, гневающийся на брата своего, святой человек, или вот, допустим, солнце да не зайдет во гневе вашем, да? Вот гневаясь, не согрешайте. Какие намерения у человека, гневающегося? Он же никого еще не убил? Ну, вот бывают, там дети, подростки, кто-то на кого-то разозлился, сказал, я тебя убью, но он же не собирается его убивать. Он просто так выразил свои эмоции, чувства так свои, высказал, и все. А потом пришел, подумал, да, не буду. Вот, что Иисус говорит? Человек-убийца. Всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже что делал? Уже что-то согрешил, да? Прелюбодил, нарушил супружескую верность. Там так написано. Человек уже нарушил супружескую верность, потому что оно уже, у него в сердце было решение это сделать. Так вот, когда мы начинаем себя проверять на решение, на намерение, с которым мы делаем тот или иной поступок, даже когда люди жертвовали, да, деньги в храм, Иисус смотрел на это и он видел людей, которые клали богатые дары. Почему он это не оценил? Говорит, а нет избытка сердца своего, просто, как бы, но он оценил лепту вдовы, почему? Потому что намерения ее были, она, говорит, отдала все свое пропитание ради служения Господу, то есть она, то, что у ней было, это лепта, с которой она могла питаться сегодня, она взяла пост, но деньги отдала на служение Господу, то есть все, что у ней было, отдала ради Господа. И Иисус это заметил и показал своим ученикам. Поэтому иногда, когда мы проверяем себя, вот есть там написано, да, что служитель, да, паст, пресвитер, он должен быть не коростолюбив, не пьяница, не биться, но какой нормальный член церкви может быть коростолюбив, пьяница и биться, да, ну как бы, если так, по-честному. Есть же написано, да, что пьяницы там Царство Божие не наследует, что не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, или еще какие-то стихи. Есть тексты, которые, когда мы проверяем, да, и мы это сравниваем себе, и ты смотришь, это святой человек или не святой человек. Потому что я встречал таких святых человек, он очень строг, он в субботу никогда на машине не поедет, то есть он очень хорошо соблюдает законы чистой пищи, он никогда не купит с магазина мясо, то есть там сыр какой-то там, или еще любой продукт, и там очень строго придерживается ко всему. Но он может напиться, напиться и такие песни петь. И вот, кажется, думаешь, подожди, ну как бы, вроде бы такой человек так старается жить и поступать, и вдруг как бы такой прокол, какая-то одна, какая-то такая недостаточная слабость, да, как говорят, слабость. Можно такого человека уже назвать святым? Вот дети его, жена его, семья его, родственники, братья, сестры, оценят они его святость, его слова, он может хорошо знать Библию. И когда вот встречаешь людей, мы, конечно же, мы видим, да, мы с временем, дети маленькие, они видят, какой дядя добрый, какой нет. С кем можно поговорить, а с кем нет. Маленькие дети это видят. Хочется, чтобы мы остались святыми. Поэтому, когда мы проверяем себя, когда мы ведем какой-то бизнес, честно мы поступаем или обманываем мы, мы можем притвориться и сделать, что мы тесно поступаем. Мы можем даже попросить прощения, не извиняясь. Можно попросить прощения, не извиняясь? Вы такое видели? Я такое видел. Он говорит, извинись. Он говорит, прошу прощения. Все. Он говорит, попросил же прощения, что еще надо? Вы знаете, мы это чувствуем, мы это видим. И иногда мира нету в семье, мира нету в доме, мира нету между родственниками. И кажется, все же люди же верующие, а кто же святой? Кому вот эта честь быть, видеть Господа, стоять перед лицом Его, возносить молитвы, служить Ему за народ, за детей, за свою семью? Кто может это делать? Кто может приблизиться к Господу, и Он Его не поразит? Кто это может сделать? Человек, который освящается и которого приближает к себе Господь. Поэтому, склоняя наши колени, давайте будем просить у Бога благословения, чтобы нам в свою жизнь не поступить опрометчиво, но чтобы нам действительно идти путем освящения, удаляться от зла. érica, по у нас. Субтитры создавал DimaTorzok